Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня суббота, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Первого послания к Тимофею, святого апостола Павла, глава 2, стихи с 1 по 7. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Итак, прежде всего, прошу вас совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом, и истину говорю во Христе, не лгу, учителям язычников вере и истине. Итак, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день церковь предлагает нам первое послание святого апостола Павла к Тимофею, вторая глава, стихи с 1 по 7. Всю предыдущую неделю мы с вами читали послание к Коринфянам, второе послание, первое послание, и как бы сейчас идет у нас рядовым чтением, чтение как раз-таки Коринфского послания, и тут внезапно появляется первое послание к Тимофею святого апостола Павла. Это корпус пастырских посланий, они читаются гораздо позднее в годовом круге, чем послание к Коринфянам. Так почему же сегодня мы обращаем свое внимание именно на этот отрывок? А все потому, что сегодня у нас начало церковного индикта, то есть церковный Новый год. А он знаменуется как раз-таки началом нового богослужебного круга. Наше богослужение завершается, как мы с вами говорили, уже, скажем так, такой финальный большой аккорд, который длится еще потом несколько дней. Это аккорд праздника Успения Пресвятой Богородицы. И далее происходит новый церковный богослужебный год, и он открывается двунадесятым праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Но это если смотреть богословское, если смотреть календарно, то, конечно же, сегодняшний день является вот такой отправной точкой начала индикта, конец предыдущего церковного года богослужебного и открытия нового богослужебного цикла. Поэтому в сегодняшний день читается особенное апостольское зачало, которое придает особый смысл сегодняшнему дню. И вот почему. Что пишет нам апостол? Вернее, не нам, а к Тимофею. Это послание пастырское, послание направленное не к общине, а к конкретному человеку, который как раз-таки руководил общиной. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Церковь всегда молится обо всех. И самое главное и важное богослужение, в которое заключены смыслы всего мироздания, то есть здесь мы молимся и о живых, и об усопших, и об этом мире, и о благорастворении воздухов, о благостоянии святых божьих церквей, о мире всего мира, о властях земных, о властях церковных, обо всех, о живых, о мертвых, о здоровых, о больных, обо всех молимся. О тех, кто в пленении находится, о тех, кто находится в сложных обстоятельствах, то есть обо всех. В этом смысле, конечно же, очень любопытно почитать всегда молитвы, которые читает священник в служебнике, например, на литургии святителя Василия Великого. Там вот эта всеохватность, всеобъемность литургии показана наилучшим образом, полным образом. Но это все происходит, как раз таки проистекает из священного писания, богодухновенного, которое научает нас молиться обо всех. Прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. То есть мы видим, мы здесь еще видим, смотрите, градацию молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. И все это, кстати, заключено и в литургии. Прошения, моления, благодарения, все в ней есть. Литургия — это универсальная служба, полнота всего, в которой нам Христос является во всей своей полноте и являет нам мистически себя в таинстве тела и крови. За царей и за всех начальствующих. Фокусировка, уточнение. За царей и за всех начальствующих. Зачем? Это просто какое-то стремление перед начальством выслужиться должно быть? Да нет. Дабы проводить нам жизнь тихую, без мятежа, во всяком благочестии и чистоте. И смотрите, вот ведь этот текст, он тоже по своей сути очень литургичен. На самом деле из пастырских посланий очень много формулировок были вставлены как раз таки в тексты прошений ектений на божественной литургии. И вот даже сейчас для слуха что-то такое очень близкое, родное из богослужения мы с вами все, я думаю, слышим. Я надеюсь. Мы молимся начальствующих о царях как раз таки для того, чтобы их твердая рука не расслабилась и наша жизнь не превратилась в неконтролируемый хаос. Она не превратится в рай рукою царей и начальствующих, но она точно не должна превратиться в ад. И для этого мы молимся, чтобы вразумил Господь всех начальствующих, чтобы направил их мысли к доброму, чтобы их ошибки Господь исправил. И безмятежно во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, чтобы мы жили прежде всего в благочестии и чистоте. А скелет вот этого порядка, в котором мы можем посвятить себя благочестивой жизни, он созидается, сохраняется как раз таки начальствующими в любой сфере. Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вот еще очень важное слово. Здесь как бы такая программа на год задается, программа нашей молитвы. Мы молимся, чтобы друг о друге, о начальствующих, о подчиненных, обо всех мы молимся, для того, чтобы нам жить в благочестии и чистоте. И этого хочет Бог, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины. Это такой императив, повеление ко всем нам, чтобы мы помнили о том, что мы не должны делить людей на погибающих, и которые недостойны спасения, и спасаемых, которые единственные недостойны спасения. Мы должны идти со Словом Божиим ко всем и быть милосердными ко всем. Ибо един Бог, и един посредник между Богом и человеком, человек Христос и Иисус. Бог, Он один для всех. Но люди по-разному, конечно же, себе Его представляют, отдаляются в ереси, отдаляются в какие-то идолопоклонения и так далее, ищут иных богов в себе. Но Бог один, и к Нему можно иметь доступ только через Господа Иисуса Христа. Только через Него мы соединяемся со всей полнотой божественной истины, с полнотой Святой Троицы и внутритроического общения, через таинственную жизнь в лоне церкви. Поэтому Господь Иисус Христос является тем связующим звеном, через которого мы приходим в всю полноту жизни Божией. Почему? Потому что Он предал Себя для искупления всех. Он есть истинный искупитель, предтеча за нас, вошедший за завесу святой и святых, и введший человеческое естество в присутствие Божие. Для которого... Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником, апостолом истинно говорю во Христе, а не лгу, учителем-язычником, язычников веры и истины. Здесь апостол Павел говорит, что вот ради этой истины, ради истины спасения через Господа Иисуса Христа, я был поставлен проповедником в среде языческой. Что апостол Павел, собственно, и показал всей своей жизнью, проповедуя в странах языческих и проповедуя с успехом, неся слово Божие и неся слово примирения, напоминая об искупительной жертве Спасителя и вводя в пространство реальной жизни вместе со Спасителем в Божественной Литургии. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы должны совершать свое спасение в страхе Божьем. Будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова